я сейчас хочу выйти на улицу все пойдем всем привет друзья сегодня я бы хотел поговорить с вами про киберпанк 2077 это почему я в него наверное играть ну не буду принципе я не считаю свой комп каким-то древним сооружением древней постройкой древним артефактом потому что ну процессор 77 00 кей да он уже старый видеокарта 1080 и да тоже уже старая но еще как бы может на ультрах full hd вывести киберпанк там 45 50 кадров в секунду в принципе норм но не потому что не поэтому я перестаю в него играть и не будет больше прохождение на нем не потому что ленюсь я а просто потому что ну не зашла мне игра лично по моему мнению ну не нравится она мне да она прикольная да она со всеми этими плюшками с rtx ам если я так думаю в поставить другую карту dlss включить и будет здорово все эти отражения все эти прикольные плюшки фишки и само погружение в night city она прям ну я проникся да я проникся честно говоря ты игрой но но не то она знаешь как вот ну не лежит она душа тебе вроде нравится вроде здорово вроде круто но не то поэтому может быть когда-нибудь я и пройду ее до конца потому что я ведь даже еще и пролога не прошел к игре я просто катался просто наслаждался видами просто слушал о чем разговаривают разные npc но не знаю кому-то эта игра нравится даже более того и скажу что большинство не большинство но есть люди которые уже даже на playstation 4 прошли на платину гиперпан со всем этим мылом со всем этими фризами в кидонами и базами но люди играют и людям нравится потому что они ждали я эту игру не ждал поэтому скорее всего мне к ней такое отношение и хейтит разработчиков за эти баги но я не стал бы потому что сейчас уже очень много игр которые выпускают и потом уже допиливают их патчами до эту игру делали 8 лет до ее могли бы оптимизировать и если бы не жадность топ-менеджеров этой компании сиди про джи я так думаю что все было бы нормально перенесли бы ее на потом и иду подождали бы там игроки и мы с вами подождали бы и в принципе получили бы потом уже то ради чего мы ждали 8 лет восемь с половиной бы подождали на ничего страшного сейчас ее допилят сделаю да уже много кто пройдет вот это само первое впечатление от игры конечно нам намного зависит чем последующая как вот я недавно прошел на плойке своей 5 майлз моралес человек-паук и ну захотел выбить платину чтобы выбить платину там нужно пройти игру второй раз и конечно уже когда ты играешь вот первый раз это вау впечатление да круто там rtx и там это все там отражение здорово когда ты проходишь уже второй раз и тебе уже хочется просто быстрее пройти и поэтому такая же наверно будет и с киперпанком ну люди пройдут все миссии все топ миссии побочные квесты и что потом выпустят онлайн каком-то в году двадцать четвертом году или в двадцать третьем или в двадцать втором но не знаю да в gta 5 еще играют в онлайн и и там много игроков ну не знаю я как бы рд redemption даже тот же был оптимизирован более лучше чем киперпанк тем более что они ссылались на то что для них главными игроками это игроки те которые играют на консолях а в итоге получилось что даже 3090 блять не может вывести эту карту эту игру в 60 стабильные 60 кадров в секунду 3090 зведи ухо за 160 тысяч рублей я думаю это ну не очень здорово опять же я начинаю хейтить их я начинаю вроде как докапываться до них но просто слушать под читать постоянно вот на них там наговорили вот там на них в суд подали вот playstation удалил эту игру из своего стора как бы мне если честно самих именно разработчиков самих людей которые делали эту игру которые отдавались и которые тратили там не по несколько часов в день на эту игру по не имею ввиду не просто рабочий 8 часовой в день а сверх нормы и ну мне их жалко не жалко потому что топ менеджеры вот эти жадные которые хотели сейчас давай уже игру выпусти потому что хотят уже люди давай сейчас вот мы по на и люди заплатят за нее бабки и мы сколько там было продано 20 миллионов копий или сколько там 15 не помню уже но это много и выпустить такую игру конечно я бы просто поувалял бы там нахер всех этих топ-менеджеров менеджеров которые отвечают за пиар кстати очень сильно была игра распиарена и все блогеры которые там ну понятно кто распиарили ее ой даже честно говоря говорить не хочется вот в общем больше я по этой игре видео видео не буду делать дальнейшем возможно я даже перейду на полностью на консоли буду записывать видео с них останется только купить специальное оборудование да вот и все потому что мне хочется садиться играть продать и знаешь как больше нравится консоли что говорить у меня вот такой приоритет да пока картинка лучше да пока но опять же это если у тебя есть деньги на пк и ты можешь собрать хорошую сборку и наслаждаться графикой хорошие в 4k с хорошим монитором принципе для что для этого надо ну где-то 1200 тебе надо для этого это чтоб хорошая сборка была самому причем собирать поэтому пока что будет так пока что я буду играть на playstation 5 сейчас я играю там в речи ты кланк потом я буду до пройду ассасин creed odyssey потому что сейчас там у меня двадцать шесть процентов пройдено и на игры на более девяносто трех часов игры можете представить да что это такое то есть я задрочу по полной когда есть время конечно поэтому по гиперпанку ну что сказать пожалуйста что я хотел сказать я сказал ну и на этом все наверное